Зеня, а Зеня, ну куда ты лезешь? Куда? К маме? К маме. А зачем тебе к маме? Я ничего не ем. Совсем. Я ничего не ем. Я ничего, у меня ничего нет. Ой, господи. Да что такое? Да что? Женя. Женя маленькая. Женя красивая, красивая. Эльдорада Голд Евгения. Ты, Эльдорада Голд Евгения? Ты моя дорогая. Женя. Что такое? Да что такое? Гладьте меня, гладьте меня, пожалуйста. Мама, гладь меня и дай чего-нибудь. А нечего мне тебе дать. Совсем. Пап, скажи ей, пусть она мне чего-нибудь даст. Вкусненького. Папа, ну скажи. Ну кто-нибудь скажите ей. Чего она такая ничего не понимает? Скажите ей кто-нибудь. Папа, побежала. Шобаке надо что-то дать. Вот и вся собачья любовь. Собаке надо что-то дать. И чем больше, вкуснее, тем лучше. Вкусняшка, 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 вкусняшка. Семечная душа. Предательница. Предательница. Все. Все. Дома больше ничего нет. Ты все съел. Все, что можно было, все съел. Голодаем. Долго надо было заводить. Он меньше ест. Это точно. И куда у нее только все это умещается? Куда? Вот сюда? В животик умещается, да? Пройдемте в мой кабинет. Зеня. Зеня. Это же надо. Такая маленькая собачка. Дом бы сейчас спал и спал. Вот видите, как слушает, поворачивая туда-сюда голову. Ты все и ищешь, чтобы схомячить. Я встречалась с ним на прошлой неделе. Она ищет, кто что ест. Чтобы выпасть. И ты воспринимаешь еду в доме как личное оскорбление? Тебя никто не оскорбляет. Я ничего не ем. Несъеденная еда в доме – это твое личное оскорбление? Да, это оскорбление бабачки. Маленькой собачке – это оскорбление. Я еда должна быть уничтожена. Не уничтожена, а съедена. Вот я ей уже больше и не нужна. Самое главное было что-нибудь выклинчить у кого-нибудь, да? Ольга детальна? Да? Вышла. Слушает, слушает. Понимает, что они говорят. А совести есть у маленькой собачки? Вот у такой крошечной есть совесть? Или есть только большой желудок? Натворил? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Знаете, что мне непонятно? Ай-яй-яй-яй-яй, как не стыдно собаке. Ай-яй-яй-яй-яй. 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 Сделала помаду поярче, как вы мне и говорили. Сейчас чуть-чуть достану кусочек шарфика, чтобы он вот так вот смотрелся, что он не просто красный. Надену шляпу и вперед. Борис уже убежал гулять. Так, у нас там, ребята, у нас там снег. Вот. Вот правильно говорят, что если очень удачно сейчас вот подстричь женщину, сделать стрижку хорошую, то стрижка будет хорошо лежать. Стрижка лежит просто вообще вот замечательная. Сейчас шляпу будем надевать. Надевать. Сейчас надену шляпу. Так, вы мне сказали, что со шляпой надо освобождать виски. Я сделала за уши. Сейчас шарфик вытащу, чтобы он был, знаете, такой, чтобы было видно синенькое, что он не просто красненький, а он с синеньким. Вот. Борис уже убежал гулять. Я за ним вдогонку не побегу. Мне сейчас нужно срочно на почту. Я иду на почту. Очень долго ждала я матрас, который маме привезут. Его ребята привезли. Очень долго, вот даже не по времени, а очень долго не по длительности, а по времени. Вот. Привезли вот такой вот матрас. Вот такой вот матрас симпатичный. Ну, вот его маме и отвезу. Так, ну что, все. Пойдемте. Надвинула поглубже шляпу. Ну, вроде как хорошо, да? Ну, на почту отправляемся, а наряжаюсь, как будто прямо иду в театр. Пошли. Не, не, хорошо, хорошо. Очень хорошо. Прям замечательно. Помада поярче? Вроде поярче. И по дороге зашла, ребята, в фикс прайс. Купила себе вот такой вот шампунь для окрашенных и поврежденных волос и вот такое вот мыло антибактериальное. Какое прикольное, вот с такими зубчиками. По 13 рублей. А то у меня что-то мыло все покончалось. Ребята, смотрите, что я видела в фикс прайсе. Ароматический набор. Сандал. Вообще, вот эти наборы очень дорогие. Я, извините, нос сунула, здесь уже было открыто. Ничем не пахнет. Ваниль, лаванда, роза, пачули. Ой, какие разные. Сандал. Тут сандал весь открыт. Лаванда. Не пахнет вообще. Ничем не пахнет. Ну и цены нет. Арматизация помещения. Ну да, вот эта штучка хорошо бы пахла. Только цены нет, к сожалению. Не знаю, почем. Но ваниль я не очень люблю. А вот сандал я бы взяла. Мне нравится, как пахнет сандаловое дерево. Так, вы знаете, я что увидела? Я увидела вот эти вот коробочки для упаковки подарков к 8 марта. Мне кажется, очень здорово. Я взяла таких три коробочки. По 55 рублей они, ребята. Купила сегодня в фикс прайсе вот такие жидкие патчи. Интенсивное питание. Несмываемый ночной уход. Для зоны вокруг глаз. Вот хочу, ребята, попробовать. Что они из себя представляют. Так, гелевая маска патч серии Сэндо. Интенсивное питание. Несмываемый ночной уход. Жидкие патчи на основе пчелиного маточного молочка. Способствуют регенерации нежной кожи. Интенсивно увлажняют и устраняют следы усталости. Так, дальше. Экстракт ягод асаи в составе средства стимулирует эластичность кожи, значительно улучшая барьерную функцию, замедляет процессы старения. Это то, что надо. Предотвращает образование морщинок и делает кожу гладкой и эластичной. Гель алоэ вера увлажняет, оказывает регенерирующее действие на кожу, стимулирует капиллярное кровообращение. Способствует выработке коллагена и активизирует обменные процессы кожи. А я слышала, что коллаген после 25 уже не вырабатывается организмом. Нанесите тонким слоем жидкие патчи на чистую и сухую кожу вокруг глаз. Кожа чистая и сухая. Далее. Способ применения. Нанести жидкие патчи тонким слоем, ну и так далее. Шаг второй. Оставьте на ночь. Результат. Отдохнувший и яркий взгляд каждый день. Ребята, до 50 применений. Ну что, завтра я буду смотреть на вас ярким взглядом. Ух ты, какая штучка здесь. Смотрите, вот такая бутылочка. Так, Люба, не откручивай. Ох. Это делается вот так, нажатием и нанесением. Ну что, попробуем. И завтра ясный взгляд мне обеспечен. И не обеспечен. Кто такое? О! Ой! Так. Тонким слоем вокруг глаз. Как патчи. Так. Посмотрим. Ясный взгляд и светлые очи. Тонким. Насколько слой должен быть тонким. Посмотрим. Ой! Ой! Люба! Так. Это фикс прайс. Главное, чтобы не отвалились ресницы и не облезла кожа вокруг глаз. Ребята, я боюсь косметику из фикс прайсов. Но, ладно. Сейчас попробуем. Что не сделаешь, как говорят. Ой, в глаз попало. Ах. В этот не попало, в этот надо побольше намазать. Так. Сейчас попадет в оба глаза и кривело-окривело на оба глаза будет. Ой. Патчи. Нанесла. Так. Ой. Надеюсь, не смертельно. А то еще не хватает, ко всему прочему, ослепнуть. Ой, господи. Надо, наверное, наносить на закрытые глаза. Так, ладно, нанесла. Теперь главное не морщиться. Ладно, посмотрим, что завтра будет. А может, это можно наносить и не только на эту зону, а везде. О, давайте попробуем. На носогубные складки. А почему нет. Завтра проснусь. Носогубных складок нет. Как не бывало. Их уже нет. Смотря какое освещение. Ну, только эта штука такая тягучая. Ладно, посмотрим. Вдруг это чудодейственное средство сделает меня моложе лет на 30. Нанесем и здесь. Тонким-тонким слоем. Кожа чистая. Умытая. Патчи же можно приклеивать на разные участки, верно? Вот и здесь так же. Завтра с утра покажусь. Вот так. Манекен. Так никто и не захотел у себя приютить. Придется выносить манекен. Объезд. Розовенькая жидкость такая, приятная. Прохладненькая. Но носогубные побольше. Это я испытываю на своей аллергенной коже, да? Ха, молодец. Ну ладно. Ну вот и все. Так. В таком состоянии и ляжем отдыхать. Ладно. Рубрика «Проверяем на себе». Доброе утро, мои хорошие. Наступило утро следующего дня. Вчера мы с вами, мы с вами, я. Вчера я наносила вот эти вот жидкие патчи. Не только на зону вокруг глаз, но и на все лицо. Вот так я на вас сейчас посмотрю, и вы сможете определить, они как-то возымели действие или нет. Ну хотя бы вот такое вот одномоментное. Я, глядя в зеркало на себя, вижу, что вот здесь носогубные складки немного сгладились. И здесь тоже. Насчет зоны вокруг глаз сказать ничего не могу. Сейчас я надену повязочку. Надену на себя повязку. Так. Сейчас уберем волосы. И посмотрим. Никакой аллергической реакции, ну я извиняюсь, я еще даже не причесывалась, поэтому я и говорю, что это утро. Никакой аллергической реакции. Так, очки надо снять, чтобы они не мешали вам меня разглядывать. Вот при разном освещении будет видно. Мне кажется, что кожа выровнялась. Вот, по крайней мере, она имеет один оттенок. Носогубные складки были достаточно глубоки. Вот эти тоже. Ну, вот такая реакция. Ну, здесь очень глубокие морщины. Здесь тоже глубокие. Вокруг глаз. Посмотрю потом на видео. Вот так действуют эти жидкие патчи. Честно скажу. Мне жидкие патчи после первого применения понравились. Ну, я говорю, при разном освещении складки и морщины видны по-разному. Сейчас я умою лицо без мыла. Но я заменила свое мыло вот на такое антибактериальное мыло. Потому что я так же, как и вы все остальные, смотрю и слушаю новости. Вот такое мыло, которое я вчера купила в фикс-прессе. Оно позиционируется как антибактериальное. Мою руки и умываю лицо. И после умывания посмотрим. Смою эти жидкие патчи и посмотрим с вами, что произойдет с лицом. Может быть, оно станет таким же, с глубокими складками, а может быть, оно останется таким же ровным. Умываюсь я прохладной водичкой. Все время умывания я вам не показывала. Сейчас вытру лицо полотенчиком. И мы посмотрим. Я постоянно морщу лоб. Это плохо. Вот так выглядит умытое лицо. Ну, я, к сожалению, не вижу себя. Вижу, но не четко. Поэтому мне придется надеть очки. Вот с этой стороны, видимо, намазала больше. И носогубная складка определяется только вот здесь вверху. Я, конечно, не профессиональный косметолог, но то, что произошло с моим лицом за одну ночь, мне нравится. Мне нравится. Неплохо. У меня патчи ночные. Несмываемый ночной уход для зоны вокруг глаз. Мне нравится. Лицо, мне кажется, стало посвежее. Не кажется, оно действительно стало посвежее. Да, вот эта глубокая складка тоже чуть сгладилась. Очки дают неприятный эффект. Ну, вот эти вот мешки под глазами вряд ли у меня когда-то уйдут, потому что у мамы та же проблема. Нет, а личико стало неплохой. Эффект есть. Я считаю, что эффект есть.